В этой части мы рассмотрим костно-мышечные структуры, окружающие полость живота. Сначала мы осмотрим кости, лежащие выше, позади и ниже брюшной полости. Затем мы увидим мышечные и сухожильные слои, образующие брюшную стенку. После этого мы детально рассмотрим самую нижнюю часть брюшной стенки, паховую область. Наконец, мы осмотрим основные кровеносные сосуды и нервы брюшного отдела. Мы будем рассматривать живот в этом разделе как контейнер, так же, как мы рассматривали здесь грудную клетку. Мы изучим содержимое в шестом фильме Атласа. Давайте начнем с костей, которые нас интересуют, нижние ребра, поясничные позвонки и кости таза. Мы уже знакомы с реберным каркасом. Нижний край реберного каркаса, образованный последними тремя ребрами и реберной дугой, называется реберным краем. Сразу над реберным краем изнутри начинается диафрагма, как мы уже видели. Диафрагма образует верхнюю границу брюшной полости. Благодаря форме диафрагмы верхняя часть брюшной полости распространяется выше реберного края. Реберный каркас — это также главная точка прикрепления мышц брюшной стенки. Это мы уже начали изучать в прошлой части. Поясничные позвонки выступают в роли основания для задней части брюшной стенки. Массивные тела позвонков поступают вперед в брюшную полость. Далее мы дополнительно рассмотрим кости таза. Для начала нам необходимо понять значение слова «таз». Таз обычно используется как короткое обозначение двух различных вещей — костного таза и полости таза. Это костный таз, состоящий из крестца и двух тазовых костей. Это тазовая полость. Это глубокое и узкое пространство, которое окружено крестцом и нижними частями тазовых костей, и связками и мышцами, которые мы увидим в следующей секции. Тазовая полость продолжается в брюшную полость здесь, у тазового края, к которому мы скоро вернемся. Чтобы разобраться с животом, мы должны знать верхнюю и переднюю части костного таза. Мы хорошо изучили крестец первой части этого раздела. Единственная часть крестца, которую мы будем здесь упоминать, — это самая передняя часть, мысль крестца, и это широкая часть, крыло крестца. Сейчас нам необходимо обратить внимание на некоторые важные особенности тазовой кости. Она образована слиянием трех оригинальных отдельных костей. Массивной седалищной ниже и позади. Более легкого строения, лобковой, ниже и спереди. И широкой подвздошной выше. Сначала осмотрим подвздошную. Толстая нижняя часть подвздошной кости — это ее тело. Большое костное пространство, расширяющееся над телом, — крыло подвздошной кости. Вогнутость на внутренней поверхности крыла известна как подвздошная ямка. Эта грубая область — суставная поверхность, сочленяется с крестцом, образуя крестцово-подвздошный сустав. Широкий грубый край крыла подвздошной кости — подвздошный гребень. Подвздошный гребень оканчивается позади задней верхней подвздошной ости. Он заканчивается спереди этим важным выступом — передней верхней подвздошной ости. Подвздошный гребень лежит близко к поверхности по всей своей длине. Передняя верхняя подвздошная ость здесь. Далее мы осмотрим лобковую область. Это верхняя лобковая ветвь. Это тело лобковой кости. А это седалищно-лобковая ветвь. Этот толстый гребень — лобковый гребень, который оканчивается этим выступом — лобковым бугорком. Сбоку от бугорка верхняя лобковая ветвь имеет острый верхний край, называемый гребешком. Две тазовые кости удерживаются вместе спереди хрящевым суставом — лобковым симфизом. Это передняя часть лобкового симфиза. Тазовое кольцо, которое, сужаясь, образует открытый конец тазовой полости, завершено лобковым симфизом спереди, мысом креста сзади, и на каждой стороне — крылом крестца. Этот выступ на теле подвозженной кости называется дугообразной линией и верхней ветвью лобковой кости. Костные части таза, лежащие ниже тазового кольца, седалищная кость и седалищно-лобковая ветвь сейчас нас не интересуют. Мы рассмотрим их в следующей части. Когда мы изучали особенности костного таза, мы видели их в той позиции, когда тело находится в положении стоя. Полезно иметь в виду определенные базовые плоскости и углы. В нормальной стоячей позиции, передняя и верхняя подвздошной ости и передняя часть лобкового симфиза находятся в одной вертикальной плоскости при виде сбоку. Плоскость тазового кольца отклонена примерно на 60 градусов от горизонтали. Тазовая поверхность крестца отклонена под углом 30 градусов горизонтали. Лобковый симфиз наклонен почти на тот же угол. Также полезно иметь в виду расстояние между реберным краем выше и тазом ниже. И то, как изменяется это расстояние спереди на бок. Спереди — это длинный путь от мечевидного отростка до лобкового симфиза. А сбоку — реберный край и подвздошный гребень всего на таком расстоянии друг от друга. Теперь проведем обзор увиденных костей абдоминальной области. Это реберный край. Это поясничные позвонки. Это подвздошная кость. Тело подвздошной кости. Крыло подвздошной кости. Подвздошная ямка. Подвздошный гребень. Передняя верхняя подвздошная ость. Это лобковая кость с верхней лобковой ветвью. Телом лобковой кости. Седалищно-лобковой ветвью. Лобковым гребнем. Лобковым бугорком. Гребешком. И лобковым симфизом. Прежде чем мы посмотрим на мышцы, есть одна важная структура, которую нам необходимо добавить — паховая связка. Это паховая связка. Это мощная полоска сухожирной ткани, идущая от передней и верхней подвздошной ости к лобковому бугорку. Между паховой связкой и подлежащей костью имеется щель. Через эту щель проходят некоторые важные структуры — с живота на бедро, включая бедренную вену, артерию и нерв медиальную. И брюшки поясничной и подвздошной мышц — латерально. Паховая связка не изолированной структуры. Как мы увидим, это нижняя часть наружного косового пневроза, которая является самым наружной из мышечных и сухожирных слоев передней брюшной стенки. Сейчас мы перейдем к рассмотрению мышц, составляющих стенку, окружающую брюшную полость. Мы начнем с мышц, которые вместе с позвоночным столбом и диафрагмой образуют заднюю часть брюшной стенки. Мы осмотрим мышцы, выпрямляющие позвоночник, и их окружающую фасцию, потом квадратную мышцу поясницы, затем большую поясничную и подвздошную мышцы. Мы смотрим сзади. Это подвздошный гребень, это 12-е ребро, это средняя линия. Это мышцы, известные вместе как мышцы, выпрямляющие позвоночник. Мы видели их в первой части записи. Они начинаются от крестца и от этой части подвздошного гребня. Они прикрепляются к грудным позвонкам, к задним сторонам ребер. Мышцы, выпрямляющие позвоночник, заключены спереди и сзади в эту оболочку из сухожильной ткани, называемой грудно-поясничной фасцией. Слой позади мышц, выпрямляющих позвоночник, начинается от остистых отростков. Слой спереди начинается от поперечных отростков. Два слоя грудно-поясничной фасции сливаются в один толстый слой вдоль границы мышцы, выпрямляющей позвоночник. Грудно-поясничная фасция – это важное место прикрепления мышц брюшной стенки, как мы скоро увидим. Далее мы добавим квадратную мышцу поясницы. Это квадратная мышца поясницы. Она лежит спереди мышцы, разгибающих позвоночник и их заключающей фасции. Квадратная мышца поясницы начинается с 12-го ребра и поперечных отростков верхних трехпозоясничных позвонков. Она прикрепляется на самой медиальной части подвздошного гребня и поперечном отростке L5. Квадратная поясничная мышца способствует боковому сгибанию поясничного отдела позвоночника. Медиально от квадратной поясничной мышцы лежит большая поясничная мышца. Большая поясничная мышца начинается от поперечных отростков, тел позвонков и межпозвонковых дисков от T12 до L5. Она идет вниз, через крыло крыльца, через крыльцово-позорщий сустав и по краю таза. Прежде чем увидеть, куда идет большая поясничная мышца, мы добавим ее близкого соседа, подвздошную мышцу. Это подвздошная мышца. Она заполняет подвздошную ямку. Подвздошная мышца начинается от этой широкой области на крыле подвздошной козы. Здесь ниже медиальные волокна подвздошной мышцы и облатеральные волокна большой поясничной мышцы объединяются, образуя одно мышечное брюшко, известное как подвздошно-поясничная мышца. Подвздошно-поясничная мышца проходит по паховой связке, идет назад и прикрепляется здесь, на малом вертеле бедренной кости. Так как они наклонены вниз и вперед по отношению к паховой связке, подвздошная и поясничная мышцы покрыты этим слоем соединительной ткани, подвздошной фазкой, которую мы видим, когда посмотрим на паховую связку. Это только нижняя часть ее. Подвздошная фазция, в свою очередь, покрыта мембраной, выстилающей всю брюшную полость, брюшиной. Это первая встреча с брюшиной. Мы разберем ее подробнее позднее в этой части. Когда мы смотрим на брюшной отдел, мы склоняемся к представлению поясничной и подвздошной мышц как неподвижных структур, но они имеют важную функцию. Это основные мышцы сгибателя тазобедренного сустава. Теперь, когда мы осмотрели отдельные мышцы, проведем общий осмотр структур, образующих заднюю брюшную стенку. Для этого мы добавим диафрагму. Куполообразная, поднимающаяся диафрагма образует самую верхнюю часть брюшной стенки, не только позади, но и вокруг. Диафрагма создает куполообразную перегородку, отделяя брюшную полость ниже от грудной полости выше. На дне, средняя часть задней брюшной стенки, образованная телами позвонков, продолжается в стенку полости таза. Здесь, у мысца, у мысокрестца. На каждой стороне поясничная мышца стоит отдельно от тел позвонков, как опоры. Подвздошные мышцы, с покрывающей их фасцией, образуют продолжение задней брюшной стенки, которое обращено вниз, вперед и внутрь, оканчиваясь здесь, у паховой связки. Это нижняя часть передней брюшной стенки. На этой секции все брюшные кровеносные сосуды и нервы были удалены, большей частью брюшины. Мы добавим эти структуры позже. Продолжая исследовать мышцы, мы перейдем к рассмотрению четырех мышц, образующих обширную боковую и переднюю брюшную стенки. Эти мышцы заполняют большую расщелину, созданные ребра краем выше, краем груда поясничной фасции позади, подвздошным гребнем, паховой связкой и лобковым гребнем ниже. Первый мы рассмотрим прямую мышцу живота, которая идет вертикально, рядом со средней линией, спереди от нижних ребер и лобковой кости. Затем мы рассмотрим три большие плоские мышцы. Поперечная мышца живота, внутреннюю, косую и наружную косую. Есть хорошее слово, используемое для описания сухожилий плоских мышц, апоневроз. Паневроз — слово, используемое для описания сухожилия в форме листка. Мы рассмотрим прямую мышцу живота вначале. Это прямая мышца живота, вместе с глубочайшей из плоских мышц, поперечной. Прямая мышца живота — очень длинная мышца, широко вверху и постепенно сужающаяся до места прикрепления. Она начинается от пятого, шестого и седьмого реберных хрящей и прикрепляется к лобковому гребню. Прямая мышца разделена спереди этими полосками сухожилий, называемыми сухожильными перемычками. Иногда их всего три, иногда четыре, как в этом случае. Перемычка занимает примерно половину мышцы. Действие прямых мышц приводит к сгибанию поясничного отдела. Прямые мышцы действуют противоположно действию мышц, выпрямляющих позвоночник. Кроме произведения активного сгибания, прямые мышцы имеют важный статический эффект. Они сохраняют поясничный отдел прямым тогда, когда сила притяжения старается разогнуть его. На целом теле прямая мышца живота закрыта спереди и сзади сухожильной оболочкой, образованная по неврозам трех плоских мышц. Это задний слой футляра прямой мышцы. Задний слой заканчивается здесь, на трех четвертях длины мышцы. Иногда он оканчивается постепенно, иногда внезапно, с отчетливой нижней границей, известной как дугообразная линия. Ниже имеется немного свободная фасция между задней части прямой кишки и брюшиной. Сейчас мы добавим передний слой футляра прямой мышцы. Передний слой тянется от реберного края до лобковой области. Если мы рассечем передний футляр прямой мышцы и попробуем отвести его, то обнаружим, что он жестко соединен с сухожильными перемычками. Здесь один, здесь другой. Мы отделили эти соединения, так что теперь мы можем отвести футляр прямой мышцы медиально. Два слоя футляра прямой мышцы сходятся вместе около средней линии. Это задний слой. Оба слоя прикрепляются к этой плотной полоске по средней линии, белой линии. Белая линия протягивается от мечевидного отростка к лобковой кости. Мы узнаем больше о футляре прямой мышцы, когда будем изучать апонефрозы трех плоских мышц. Далее мы осмотрим плоские мышцы. Плоские, возможно, не лучшее слово для их описания. В вертикальной плоскости они заметно искривлены, как мы увидим. Мы осмотрим все три мышцы, потом изучим их действия. Начнем с самой внутренней из трех плоских мышц, поперечной мышцы живота. Это поперечная мышца живота. Все волокна поперечной мышцы идут в поперечном направлении, за исключением самых нижних, которые идут косово-низ. Поперечная мышца живота имеет длинную линию начала. Отсюда. До сюда. Наверху ее волокна начинаются от внутренней поверхности реберного края, с шестого ребра, по двенадцатой ребром. Между двенадцатым ребром и подвздошной костью поперечная мышца начинается от края грудино-поясничной фасции. Ниже она начинается от внутренней поверхности подвздошного гребня. Нижние волокна поперечной мышцы начинаются от самой латеральной части паховой связки. Поперечная мышца имеет короткий, свободный нижний край. Мышечные волокна поперечной мышцы заканчиваются этим широким резком сухожилия, поперечным апоневрозом. Поперечная апоневроз сливается здесь с апоневрозом, надлежащей внутренней косой мышцы, образуя апоневротический слой. Сейчас мы добавим внутреннюю косую мышцу. Внутренняя косая мышца начинается от грудино-поясничной фасции и от подвздошного гребня. Нижние волокна внутренней косой начинаются как и у поперечной на латеральной части паховой связки. Как и поперечная мышца, внутренняя косая имеет короткую, свободную нижнюю границу. Внутренняя косая мышца расходится так, что ее верхние и нижние волокна идут в совершенно разных направлениях. Сзади волокна внутренней косой мышцы идут круто вверх. Здесь они идут не так круто, здесь они поперечны, и здесь по отношению к паховой области они идут вниз. Самые верхние волокна внутренней косой прикрепляются к трем нижним ребрам. Ее оставшиеся волокна оканчиваются этим внутренним косым апоневрозом, который, как уже отмечалось, сливается с внутренней частью с поперечным апоневрозом. Он также соединен по всей своей наружной поверхности с наружным косым апоневрозом. Это отрезанный край наружного косого апоневроза. Отсюда досюда комбинированный апоневрозический слой делится у края прямой мышцы на два слоя. Один идет позади, а другой спереди от прямой мышцы. Отсюда и ниже комбинированный слой не разделяется, а полностью проходит спереди от мышцы. Теперь, когда мы осмотрели внутреннюю косую мышцу, пришло время добавить наружную косую мышцу. Это наружная косая мышца. Самая наружная из трех плоских мышц. Волокна наружной косой мышцы закручиваются вниз и вперед в сторону, вниз и медиально спереди. Наружная косая мышца начинается от широкой области снаружи грудной клетки. Отсюда с 12-го ребра до сюда, на 5-е ребро. Зигзагообразная линия начала наружной косой мышцы сочетается с линией начала передней зубчатой мышцы. Это все одна продолжительная мышца. Мы рассмотрим наружную косую мышцу в двух частях. Задняя часть начинается с 12-го по 10-е ребра, и передняя часть начинается с 9-го по 6-е ребра. Передняя часть наружной косой мышцы заканчивается этим наружным косым апоневрозом. Он сливается с комбинированным апоневрозом двух других плоских мышц, образуя передний прямой футляр. Наружная косая апоневроза имеет длинную свободную нижнюю границу между передней и верхней подвздошной осью и лобковым бугорком. Как мы уже видели, эта свободная нижняя граница есть паховая связка, которую мы скоро детально рассмотрим. Часть наружной косой мышцы, которая начинается с 10-го по 12-е ребра, остается миссистой от начала до прикрепления. Она прикрепляется вдоль наружного края передней половины подвздошного гребня. Здесь, позади наружная косая мышца, имеет короткий свободный край между 12-м ребром и подвздошным гребнем. Теперь, когда мы видели все три плоские мышцы, мы рассмотрим их действие. Когда три плоские мышцы с двух сторон сокращаются вместе, что они обычно и делают, то они поднимают давление внутри брюшной полости. Когда наши воздушные пути открыты, то подъем внутри брюшного давления толкает диафрагму вверх. Когда воздух покидает легкие, это мы видели в прошлой части. Когда мы задерживаем наше дыхание, закрывая гортань, плоские мышцы обеспечивают давление, необходимые для изгнания содержимого прямой кишки, мочевого пузыря или матки через их естественное отверстие. Когда косые мышцы сокращаются индивидуально, они также играют роль в латеральном сгибании поясничного отдела позвоночника и ротации в грудном отделе позвоночника. Теперь, когда мы изучили все мышцы, образующие стенки брюшной полости, мы осмотрим полость изнутри. Чтобы это сделать, мы рассмотрим вскрытие, на котором абдоминальные органы и левые половины передней брюшной стенки были удалены. Это серозная оболочка, выстилающая брюшную полость, париетальная брюшина. Мы рассмотрим ее более детально в шестом фильме. Под брюшиной находится продолжительный слой свободной соединительной ткани. Здесь, как мы видели, он называется подвздошной фасцией. С внутренней стороны передней большой стенки она называется поперечной фасцией. Сейчас мы перейдем к рассмотрению паховой области. Важная особенность, которую мы видим, это структура, косо проходящая через брюшную стенку, сразу над паховой связкой. У женщин это круглая связка. У мужчин это семенной канатик. Линия жизни яичка. Проход, через который эта структура идет, называется паховым каналом. Мы начнем с более детального изучения паховой связки. На этом скрытие тела было рассечено по средней линии. Это передняя верхняя подвздошная ось. Это лобковый симфиз. Это паховая связка. Это нижняя часть наружного косового паневроза. Поперально связка прикреплена к передней верхней подвздошной ости. Медиально она прикреплена к лобковому вгорку. Этот обрезанный край здесь появился при отделении наружного косового паневроза по этой линии. Край паховой связки не видим снаружи, из-за того, что широкая фасция, глубокая фасция бедра прикреплена к связке вот здесь. Чтобы увидеть край связки, мы перейдем на внутреннюю сторону. Это край связки. Подвздошная фасция, которая была удалена на этой секции, идет вниз от подвздошно-поясничной мышцы и прикрепляется к связке здесь. Нижние волокна паховой связки обвиваются, образуя треугольное растяжение, лакунарную связку. Лакунарная связка идет назад и немного вверх, и прикрепляется на остром верхнем краю в верхней лобковой ветви, гребешке. Боковая часть паховой связки дает начало нижним волокнам поперечней и внутренней косой мышц. Это поперечная мышца. Ее нижние волокна начинаются примерно от боковой одной четверти паховой связки. Сейчас мы добавим внутреннюю косую мышцу. Вот она. Нижние волокна внутренней косой мышцы начинаются от боковой одной третьей паховой связки. Сухожильные волокна этих двух мышц перекидываются и объединяются, образуя это плоское сухожилие, объединенное сухожилие. Объединенное сухожилие прикрепляется к лобковому гребню, а также позади гребешку. Сейчас мы переведем эту нижнюю часть наружного косого паневроза вверх, его натуральную позицию, и добавим остальную паневроз. Вот он. Имеется отверстие в наружном косомом паневрозе, поверхностное паховое кольцо. Через него проходит семенной канатик, как мы скоро увидим. Волокна ниже и выше отверстия называются нижняя ножка и верхняя ножка поверхностного пахового кольца. Они прикрепляются к лобковому бугорку и к лобковому гребню соответственно. Паховый канал проходит через поверхностное паховое кольцо, далее под свободными краями внутренней косой мышцы и поперечной мышцы живота. Чтобы увидеть, где начинается паховый канал, мы перейдем внутрь. Он начинается с этой арки под нижним краем поперечной мышцы, которая называется глубоким паховым кольцом. Сейчас мы осмотрим семенной канатик. В развивающемся эмбрионе мигрирующее яичко продавливает свой путь через брюшную стенку в мошонку, создавая паховый канал. Яичко тащит за собой собственные кровеносные сосуды и семя, выносящий проток. Яичко понемногу покрыто каждым слоем, через который проходило. Чтобы посмотреть результат, мы осмотрим секцию, на которой семенной канатик был сохранен в целости. Это семенной канатик с удаленными наружными слоями. Чтобы увидеть структуру, проходящую внутри канатика, мы снова перейдем на вид сзади. Глубокое паховое кольцо здесь, спрятанное под поперечной фасцией. Подвздошная фасция была удалена. Структуры, проходящие через глубокое паховое кольцо, семенной канатик, это кровеносные сосуды яичка, артерия и вены яичка, и выносящий проток, который проходит над краем таза в таз. Выходя из под поперечной мышцы, выносящий проток и кровеносные сосуды, окрушены этим покрытием изнутренней семенной фасции. Сейчас мы добавим внутреннюю косую мышцу. Внутренняя семенная фасция окружена этим мышечным слоем, мышцей, поднимающей яичка. Это обрезанный край наружного косового паневроза. Мы добавим остальной наружной косой паневроз. Когда канатик выходит через поверхностное паховое кольцо, он лежит спереди от лобкового бугорка, здесь. Этот край поверхностного кольца – секционный артефакт. В реальности он продолжается в самый наружный слой семенного канатика, наружную семенную фасцию. Отсюда семенной канатик идет вниз, в мошонку. Мы рассмотрим яичко в шестом фильме «Атласы». Сейчас мы готовы двигаться далее к рассмотрению основных сосудов и нервов живота. Прежде чем мы это сделаем, проведем обзор увиденных мышц и структур паховой области. Это грудопоясничная фасция, квадратная поясничная мышца, большая поясничная мышца и подвздошная мышца. Это прямая мышца живота, сухожильные перемычки, задний футляр прямой мышцы, дугообразная линия, передний футляр прямой мышцы. Это поперечная мышца живота, внутренняя косая и наружная косая мышца. Это паховая связка, лакунарная связка, глубокое паховое кольцо, поверхностное паховое кольцо и семенной канатик. Сейчас мы приступим к изучению кровеносных сосудов области живота, сначала артерии, потом вены. Мы начнем с рассмотрения части нисходящей аорты, лежащей ниже диафрагмы, абдомианальной аорты. Это задняя брюшная стенка с целыми артериями и удаленными венами. Это абдоминальная аорта. Она входит в полость живота, проходя через аортальное отверстие диафрагмы на уровне 12-го грудного позвонка. Аорта спускается спереди от тел поясничных позвонков, левее средней линии. Она заканчивается разделением на уровне 4-го поясничного позвонка на правую и левую общей подвздошной артерии. Точка, где она разделяется, называется бифуркацией аорты. При рассмотрении ветвей брюшной аорты мы начнем с трех начинающихся по средней линии, питающих желудочно-кишечные органы. Затем мы осмотрим ветви, начинающиеся парами. Три ветви по средней линии – это чревный ствол, верхняя брюжеечная и нижняя брюжеечная. Чревный ствол начинается сразу ниже края аортального отверстия на уровне 12-го грудного позвонка. Он разделяется на три ветви – общую печеночную, левую желудочную и стелезеночную артерии. Они питают печень, желудок, двенадцатиперстную кишку, поджелудочную железу и стелезенку. Верхняя брюжеечная артерия начинается на уровне первого пыльничного позвонка, ее ветви питают тонкую кишку и большую часть толстой кишки. Нижняя брюжеечная артерия начинается на уровне третьего пыльничного позвонка. Ее ветви питают дистальную часть толстой кишечника. Из ветвей аорты, отходящих парами, самые крупные – это правая и левая почечные артерии, питающие почки. Они начинаются тотчас ниже уровня верхней брюжеечной артерии. Начиная с на уровня второго поясничного, у женщин – это яичниковые, у мужчин – яичковые артерии, которые идут вниз и латерально над большой поясничной мышцей. Четыре пары поясничных артерий начинаются позади аорты. Это две нижние. Они идут позади большой поясничной, где они ветвятся, питая спину, позвоночник и брюшную стенку. Наконец, это среднекрестцовая артерия, которая начинается позади аорты, сразу над бифуркацией и проходит вниз в тазовую полость. Далее мы будем изучать общие подвздошные артерии и их ветви. С каждой стороны общая подвздошная артерия разделяется на внутреннюю и наружную подвздошные артерии. Общая подвздошная артерия идет близко от медиального края большой поясничной мышцы. Она разделяется здесь, у тазового края. Это наружная подвздошная артерия. Это внутренняя. Мы рассмотрим внутреннюю подвздошную артерию в следующей части. Наружная подвздошная артерия главная артерия нижней конечности. Она идет через тазовый край медиальной и большой поясничной мышцы и проходит под паховую связку. Ниже паховой связки артерия идет под другим именем бедренной артерии. До прохождения под связкой наружная подвздошная артерия дает две ветви. Глубокую артерию, огибающую подвздошную кость, латерально, и нижнюю эпигастральную, медиально. Нижняя эпигастральная артерия питает нижнюю часть брюшной стенки. Скоро увидим, куда она идет, но сначала мы добавим основные вены абдоминальной области. Мы начнем с области ниже паховой связки. Это бедренная вена, лежащая медиально от бедренной артерии при прохождении под паховой связкой. Выше паховой связки она называется наружная подвздошная вена. Наружная подвздошная вена объединяется с внутренней подвздошной, образуя общую подвздошную вену. Две общие подвздошные вены объединены в правее дефуркации аорты, формируя нижнюю полую вену. Правая общая подвздошная артерия проходит спереди от левой общей подвздошной вены. Нижняя полая вена идет правее средней линии. Она лежит на телах позвонков с L4 по T12. Затем на левой ножке диафрагма. Она проходит через диафрагму здесь и входит в правое предсердие, как мы видели в прошлой части. Две большие почечные вены соединяются с нижней полой веной на уровне L2. Это левая вена яичка. Правая была удалена. Вен, прямо со соответствующих чревному стволу и брюшечным артериям, не существует. Кровь, идущая через эти артерии, возвращается в печень через портальную вену, как мы увидим в шестом фильме «Атласа». Кровь от печени далее возвращается в основную циркуляцию через эти большие печеночные вены. Печеночные вены очень короткие. Их количество варьирует. Здесь их три. Они входят в полую вену сзади под диафрагмой. Далее мы коротко осмотрим основные кровеносные сосуды передней брюшной стенки, верхнюю пегастральную и нижнюю пегастральную артерии. Мы видели, что нижняя пегастральная артерия начинается от наружной подвздошной артерии. Верхняя пегастральная артерия продолжение внутренней грудной. Мы видели ее в прошлой части. На этой секции брюшина и фасции изнутри нижней части передней брюшной стенки были удалены. Это наружные подвздошные сосуды. Здесь нижняя пегастральная артерия и вена. Они идут вверх и медиально, проходят назад прямой мышцы живота. Они входят в футляр прямой мышцы, проходя спереди от дугообразной линии. Верхние пегастральные сосуды также лежат позади прямой мышцы живота. Чтобы увидеть их, мы удалили верхнюю часть заднего футляра прямой мышцы. Это верхняя пегастральная артерия, выходящая из подреберного края и спускающаяся позади прямой мышцы. Ее ветви анастомозируют с везлями нижней пегастральной внутри прямой мышцы. Сейчас мы перейдем к короткому рассмотрению основных нервов брюшной области. Сначала мы осмотрим нервы, предоставляющие двигательную и сенсорную иннервацию боковой и передней брюшной стенки. Эти нервы продолжение нижних межреберных нервов, седьмого и ниже. Это четыре из них. Они выходят ниже реберного края. Это одиннадцатое ребро. Это начало реберной дуги. Нервы идут косово вниз и вперед, плоскости между поперечной брюшиной и внутренней косой мышцами. Наружная косая была в основном удалена на этой секции. Далее мы осмотрим нервы задней брюшной стенки. Они происходят из поясничного сплетения, сложного соединения и разветвления передних и первичных ветвей с двенадцатого грудного и по пятый поясничный сегмент. Поясничное сплетение лежит позади и внутри большой поясничной мышцы. Нервы, происходящие из поясничного сплетения, выходят из-под большой поясничной мышцы или через нее. Это подреберный нерв, идущий от двенадцатого грудного. Подвздошно-гипогастральный, подвздошный паховый нерв, латеральный кожный нерв бедра и бедренно-половой нерв. Они обеспечивают чувствительность паховой области и передней верхней части бедра. Здесь находятся два главных нерва нижней конечности, бедренный нерв, выходящий латерально от большой поясничной мышцы, и запирательный нерв, выходящий медиально от нее. Бедренный нерв идет сбоку вдоль большой поясничной мышцы и проходит под паховой связкой латерально от бедренной артерии. Запирательный нерв идет по тазовым краям и входит в запирательный канал. Бедренный и запирательные нервы более детально рассмотрены во втором фильме «Атласа». Наконец, мы рассмотрим основные автономные нервы живота, блуждающие нервы, симпатические стволы и аортальное сплетение. Это бихуркация аорты. Это верхняя часть большой поясничной мышцы. Это правая ножка диафрагмы. Это симпатический ствол, выходящий через край диафрагмы и идущий рядом с телами позвонков вниз к тазу. Еще раз. Это правая ножка диафрагмы. Это отделенный чревный ствол и верхняя брюжеечная артерия. Это большой симпатический ганглий. Он соединен с этим поменьше и с несколькими другими, удаленными на этой секции. Вместе они образуют чревное сплетение, которое представляет симпатическую нервацию большинству брюшных внутренних органов. Чтобы увидеть блуждающие нервы и как они входят в брюшную полость, мы сделаем вскрытие, на котором оставим в целости желудок. Это желудок. Это пищевод. Он проходит через диафрагму вот здесь. Это две ветви правого блуждающего нерва, также проходящие через пищеводные отверстия диафрагмы. Ветви левого блуждающего нерва вне зоны видимости вот здесь. Блуждающие нервы разделяются на множество мелких ветвей и обеспечивают парасимпатическую нервацию желудку, тонкому и толстому кишечнику и другим абдоминальным органам. Сейчас сделаем обзор рассмотренных кровеносных сосудов и нервов брюшного отдела. Это абдоминальная аорта, чревный ствол, верхние брыжеечные и нижние брыжеечные артерии. Это почечные артерии, артерии яичек или яичников, поясничные артерии, серединная крестцовая артерия, общая подвздошная, внутренняя подвздошная, наружная подвздошная и бедренная артерии. Глубокая артерия, огибающая подвздошную кость, нижняя пегастральная артерия, нижняя полая вена, печеночные вены. Это подреберный нерв, подвздошно-гипогастральный и подвздошно-паховые нервы, латеральный кожно-нерв бедра, бедренно-половой нерв, бедренный нерв, изопирательный нерв. Это симпатический ствол, симпатический ганглий и блуждающий нерв. Мы подошли к концу этой части о брюшном отделе. В следующей части мы рассмотрим таз. Субтитры создавал DimaTorzok